Здарова, дорога! Добро пожаловать на канал Миклуха Макфлай. Я у своих друзей в археологическом парке Аргамач. Кто постоянно смотрит мой канал, наверное, знает. Ребята собирают коллекцию советской мототехники. В прошлый раз посмотрели на мотороллер «Турист». Сегодня еще один классный экспонат, которому, кстати говоря, в этом году исполняется 49 лет. Давайте смотреть. И сегодня познакомимся с восходом 2. Может быть, даже покатаемся, если получится. Данный мотоцикл был выпущен в 1972 году на заводе имени Дегтярева, ЗИД, в городе Ковров. Само же производство мототехники на этом заводе началось в 1946 году, когда было принято решение наладить производство легких мотоциклов на базе немецкого ДКВ РТ-125. Завод ДКВ находился в Восточной Германии и попал в зону влияния Советского Союза. К слову, РТ-125 был одним из самых современных мотоциклов того времени. Его копировали многие производители, в том числе с этой модели началась история мотоциклов Ямаха. Первая модель завода ЗИД получила название КА-125. Выпускался эта модель до 1952 года, когда ее на конвейере заменил мотоцикл КА-125М. Также в 50-х вышли модели КА-55 и КА-58, оба с объемом двигателя в 125 кубов. С 1959 по 1965 года на заводе выпускались модели КА-175 серий А, Б и В. В 1960 году на ЗИДе был изготовлен миллионный мотоцикл. К примеру, фирма BMW свой миллионный мотоцикл сделала лишь в 1991 году. В 1965 году был выпущен первый мотоцикл марки Восход. В 1970 году его сменил Восход-2, а в 1977 году ему на смену пришел мотоцикл Восход-2М с мощностью двигателя 14 л.с. Ну а в 1980 году в серию пошел мотоцикл Восход-3, в 1983 Восход-3М, 12-ти вольтовый, который выпускался аж до 1993 года, а уже в 90-х появились модели 3М-01 и мотоцикл Сова. ЗИД один из немногих мотоциклов СССР, который работает до сих пор и выпускает мототехнику. Правда, это уже китайские мотоциклы и квадроциклы. Не знаю, как у вас у меня прямо сейчас такой приступ ностальгии случился. У меня был Восход, но у меня был Восход-3М-01. Самый-самый последний, самый современный по меркам Восходов. Я на нем пару раз упал. Помимо того, что чуть не переломался, еще и от отца получил, естественно, люлей, и пришлось мне его продать. Вот. А так, такая крутая техника. Надо попробовать покататься, вспомнить молодость. Восходу 49 лет. 49 лет. Купили чисто случайно его. Цена ему была побольше. Вот. 8 тысяч мы за него заплатили. Он с документами. Абсолютно все стоит на учете. Вот. 6-ти вольтовый. Тоже свой характер у него. Сейчас будем в работе его заводить. Может еще пока призничать. Пока призничать может. Еще раз. А, Олег, все, погнул. Да. Олег, прокатись. Тут есть еще муравей, но его пока, его тоже хотели взять сначала в музей. Но потом решили, что эта штука еще должна поработать. Поэтому муравей в работе. В общем, друзья, появилось желание поностальгировать, покататься на мотоциклах своего детства. Приезжайте сюда, в Аргамач. Здесь собирают классный музей. А вдруг у вас есть какой-нибудь экспонат, который вы можете пожертвовать в музее. Ребята всегда будут рады. Миклуха МакФлай. Подписывайтесь. Пишите в комментариях, друзья, был такой мотоцикл или нет. Ставьте лайки. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok